Добрый день, меня зовут Никита Севелинов и я продолжаю курс лекций по технологии HTML5 Canvas. В этой лекции мы рассмотрим методику разработки гравитации эластичности. Далее мы рассмотрим, что мы не рассматривали в предыдущих лекциях, это движение по окружности, движение по спирали, ну и отрисовку самой спирали. Давайте начнем с самого интересного, это наверное с гравитации. Как вы можете заметить, я уже создал файлик с HTML и с Canvas. Знакомая всем функция SetInterval, которая каждый раз при прохождении 30 мс вызывает нам функцию Draw. В функции Draw, так как у нас идет анимация, я должен каждый раз отрисовывать кадр сначала. Для этого я очищаю экран, командный clear проект, и потом я вырисовываю границы экрана, границы холста, командный строк проект. Еще можете заметить, я задал гарнитуру, сигнатуру шрифта 14 пикселем высотой, или 14 кегель, и Face это TimesRom. Так, теперь, нам понадобятся дополнительные переменные. Такие как, сама переменная Ball, Velocity по x и по y. Дальше, переменная, отвечающая за скорость, за угол, за угол в радианах и за радиус. Также у нас будет дополнительная переменная гравитация. После того, как мы рассмотрим три ветви гравитации, мы добавим переменную Elastic, эластичность. Вот. Давайте начнем. Пропишем переменную скорость. Пусть скорость будет равна по умолчанию 5. Дальше, переменная angle. Так как у нас система координат отражена вниз, мы должны рассмотреть другой угол, допустим, не 45 градусов, а 290, допустим. Потом мы должны задать переменную радианы, который вот наш угол, англ, сейчас переведет в радианы. Для этого мы англ умножаем на mat.pi и делим все на 180 градусов. Теперь мы должны задать переменную радиус. Пусть радиус равен 5. Возьмем маленький шарик. Не будем большой, неудобно смотреть. Так, теперь добавим переменные Vx и Vx. Соответственно, они будут равны mat.cos rat умножить на speed. И Vy у нас равно mat.sin rat умножить на speed. Умножить на скорость. Если вам не нравится слово speed. Смотря в каком контексте это понимать. Теперь давайте зададим переменную gravity, которая будет равна, допустим, вот такому значению. Чем больше gravity, тем логично больше гравитации. Так, и давайте ключевую переменную зададим. Это болт, наш любимый с вами мячик. По умолчанию у него будут координаты по x35, по y у нас будет 420, для примера. Дальше. Так, теперь у нас velocity по мячу. Для этого мы создадим в нем отдельные переменные. Назовем их VxB, которая будет соответственно равна Vx, VyB, которая соответственно равна Vy. Дальше мы зададим радиус с мяча. Так, все, с переменными. Думаю, что нам хватит столько переменных. Теперь мы переходим в функцию draw. И отрисуем обычную гравитацию. Для этого мы должны каждый раз пересчитывать Vx и Vy. Для этого мат точка косинус, рад умножит на спид. Vy равняется мат точка синус, рад умножит на спид. Так, хотя сейчас, секундочку. Так, это у нас радиан у нас нигде не изменяется практически. Нет, нам это не нужно пересчитывать. Это так, для примера. Так, теперь отрисуем это. Ball точка Y. Каждый раз он у нас должен прибавляться на верности. Теперь Ball точка X. Каждый раз прибавляться по VxB. Делалось по X и по Y. Теперь, как только мы начали двигать наш мячик. Это у нас идет сейчас мат часть. Отрисовка мяча будет чуть попозже. Так, это просто математическая модель поведения мяча. Вот, представьте, у нас сейчас мячик двигается ровно вверх. То есть, не ровно вверх, а по углу 45 градусов. Примерно. По диагонали. Теперь, мы должны поставить условие. If Ball точка Y плюс Ball точка R. Это нужно для того, чтобы мячик у нас не заползал на половину своего диаметра. За границей, как в предыдущей была лекция, у нас мячик соударялся со стринками. Просто надо было дописать еще Ball точка R. Я уже после этого увидел это. Что-то сразу мне в голову это не пришло. Можете сами дописать. И все увидите, что у нас мячик будет ровно идти по границе холста. И никак не заходить за нее. Значит, мы должны проверить, что Ball точка Y плюс Ball точка R меньше или равна 500. Теперь, открываем наше условие. Ставим велосипед B. Так, мы должны велосипедливать на граффете. В ином случае, давайте в ином случае у нас мячик полностью остановится. То есть, смотрите, если мы сейчас не пропишем какие-либо переменные и в ноль не обрадим, то у нас мячик после соударения с, давайте назовем, с полом, с нижней частью холста, он у нас будет дальше катиться по X координате, не возносясь вверх. Для этого мы должны убить состояние движения. Для этого мы велосипедливаем B, соответственно, убиваем, и V или B равен 0. Также для пущей уверенности, давайте, лишним не будет, что Ball точка Y равняется 500 минус Ball точка R. Это чтобы мячик у нас не заходил за границу. Так, математическую модель мы прописали, давайте мы отрисуем мячик. Для этого, контекст.begin.puff, открываем путь, давайте сразу мы его закроем. Close.puff, теперь рисуем мячик команды arc, ball точка X, ball точка Y, дальше ball точка R, 0, 2 умножить на mat точка P. И теперь я предлагаю еще нарисовать рядом с мячиком, тоже анимированный текст, который будет нам подсказывать, какие координаты сейчас у мячика. Это и стильно, и здорово, я извиняюсь. Так, продолжим. Так, ctx.film.txt, здесь пускай будет Y у нас, так, давайте вот настолько отодвинем его, плюс ball точка Y, ball точка X, ball точка Y минус 20. Так, теперь это копируем. Так, секундочку, я сейчас телефон выключу. Так, теперь вот это копируем. Здесь у нас будет X координата, здесь соответственно X у нас будет только уже минус 40. Так, теперь мы должны это все залить, то есть залить наш шарик. И вот сейчас при запуске нашего кода он у нас отобразит следующее. Мне понравилось. То есть у нас сейчас мячик был запущен под углом 290 градусов с гравитацией 0,1. И смотрите, если мы гравитацию изменим, у нас он будет ниже, соответственно. Также скорость, если мы ее увеличим, у нас он будет, он взлетит у нас полностью практически. Смотрите. Вот. Напоминает физику Angry Birds, поэтому в ваших теперь силах это реализовать. Столкновение объектов по окружности мы будем, наверное, рассматривать дальше, если вам все понравится и далее. Могу сказать сразу, что столкновение с окружностями рассчитывается при помощи формулы окружности, расчет формулы окружности по радиусу. Так, теперь давайте сделаем так, чтобы у нас мячик не останавливался. Так, сейчас я поставлю на поменьше. И пускай у нас будет старший квитации 1. Чтобы мячик у нас не останавливался, а дальше начал прыгать. Для этого мы должны с вами условия это убрать. И задать, что ball.vyb велости по b по ball каждый раз прибавляется на gravity. Теперь, ну если мы это запустим, то знаете, что будет. То есть нам нужно условия еще добавить. Если ball.y плюс ball.r у нас больше чем 500, то мы должны отразить мячик вверх. Для этого ball.vyb равняется минус ball.vyb. Смотрим, что получилось. Ну вот, мы видим, что мячик начинает и дальше продолжать свое движение. Теперь, давайте добавим некую эластичность. Чтобы у нас мячик двигался по затухающей траектории. То есть с каждым разом у нас параболистическая траектория уменьшалась в размерах. Для этого мы должны задать еще одну переменную. Назовем ее... Назовем ее... Давайте назовем ее в эластик. Которая будет равна... Пускай будет, для примера, вот так. Также мы вборе, давайте еще пропишем один параметр. Назовем его эластик также. И присвоим ему значение переменной эластика. Присвоили, да? Теперь. Мы должны еще добавить... Чтобы уменьшить каждый раз прыжок мяча, Мы должны вот сюда... Вот эта строчка у нас отвечает за отображение мячика обратно вверх. Теперь мы должны это умножить на болточка эластика. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что у нас мячик начинает совершать затухающее движение. Но у нас он не остановился. Теперь мы должны заставить мячик остановиться. Но для этого мы давайте введем переменную... Как бы... Трение... Давайте ее так назовем... Варффрикшн. Пусть она будет равна... Так. Ну... Давайте маленькую поставим, чтобы это было заметно. Но не так сильно, чтобы у нас мячик не стал двигаться по прямой. Для примера возьмем 0.009. Давайте напишем более правильно. Вот так. Теперь. Чтобы у нас все заработало, мы же... У нас мячик двигается по координате х. Мы соответственно должны изменить велосипед VXB. Для этого мы давайте вот здесь еще пропишем строчку VXB равняется... Так. Болл точка VXB минус болл точка VXB умножить на нашу F. Теперь после того, как мы это запустим, у нас мячик будет притормаживать движение. Смотрите. Вот он останавливается. И заметьте, его координаты не будут стоять на месте. Вот. Теперь. Гравитацию мы с вами рассмотрели довольно успешно. Давайте вернемся к предыдущей лекции и рассмотрим движение по окружности и по спирали. Так. Код я сохраняю и потом вкладываю в видео урок, чтобы вы могли полностью посмотреть. И если вы допустили ошибки, соответственно их исправить. Давайте я скопирую код, чтобы каждый раз мне его не переписывать заново. Создадим еще документ. Вставляем. Так. Давайте мы... Наверное нам нужно болт, соответственно. Вот это все давайте. Хотя давайте все заново пропишем. Но кроме вот основных переменных и самой функции draw. Теперь. Давайте мы рассмотрим движение по окружности. Окружность задается косинусом и синусом. Соответственно мы должны менять косинус и синус. Так. Давайте взберем дополнительные переменные, такие как радиус нашей окружности. Ну пускай будет 120. Потом должны задать переменную сёкол, в которой мы указываем. То есть мы сейчас вот переменная сёкол отвечает за рисование, движение по окружности мяча. Соответственно мы должны у неё указать переменную center x250, это половина моего холста. Переменную center y, тоже половина моего холста. И должны задать радиусы, во-первых. Так. Пускай будет, ну, 112 что ли. Так, теперь... А нет, секундочку. Давайте мы зададим радиус правильно. Смотрите, у нас вот если у нас 250 и 250, то радиус, соответственно, будет должен 125. Англ равен 0. Теперь. Мы должны задать переменную ball, нашу любимую с вами. x равен 0 в начальное положение, y к нулю. И скорость у нас будет равна, допустим, 0,5. Так, не забываем поставить точку запятой. Теперь давайте мы мат часть проведем. Для этого ball точка x мы высчитываем каждый раз, теперь координату x. Для этого мы circle точка center x плюс мат точка косинус. Здесь у нас будет circle angle умножить на circle radius. Теперь то же самое, только для ball y, но с некими исключениями. Уже circle по y у нас идет. Уже будет у нас синус. Здесь остается то же самое. circle точка angle у нас будет равен, каждый раз будет изменять свой угол на ball точка speed. Давайте теперь то рисуем. Открываем путь. Соответственно, закрываем путь. Рисуем окружность. Наш мячик. Соответственно, мы должны его каждый раз прорисовывать в координатах ball точка x, так как мы их изменили вот здесь. Ball точка y. С радиусом, пускай будет 8. Теперь... Так, теперь... Начальный угол, конечный угол. Прорисовка. Какую стоим. Клоуспак. И последнее наше движение, это заливка. Смотрим, что у нас вышло. Да, я думаю, что переменная вот эта нам не понадобилась. Лишнее ее объявил. Вот. Да, вот мы видим, что движение по окружности у нас прекрасно осуществилось. Давайте рассмотрим движение по спирали. Чем отличается спираль от окружности? Ну, наверное, спираль... Вы все представляете, как это выглядит. Давайте создадим дополнительную переменную. Переменную сжатие. Называется будет пускай rping. И каждый раз мы будем сжимать на 0,5. Так, каждый раз сжимаю на 0,5. Теперь, после вот этих действий, давайте мы еще... У нас каждый раз будет увеличиваться на rping, то есть уменьшаться. В радиусе сжиматься. Давайте посмотрим, что выйдет у нас. Ну, вот мы видим то, что у нас мячик идет по спирали. Но так как у нас потом выходит за границу у нас... У нас он дальше продолжает двигаться. Давайте это остановим. Так, у нас координаты мяча известны. Если у нас был x будет равен 250, то есть он остановится по центру. Для этого мы... Так, начинаем приравнивать к грузам 50. И если у нас все совпадает, у нас... Circle.r будет 0. Circle.angl будет равен 0. И Circle.r ing будет равен 0. Ну, и давайте все по нулям сделаем, чтобы не думать, что у нас выйдет. Смотрим. Сейчас у нас мячик должен остановиться ровно в центре и больше никуда не двигаться. Да. Мы рассмотрели сегодня основные методы гравитации, эластичности. Еще раз мы рассмотрели движение по окружности по спирали. С вами был Никита Севелинов. До скорых встреч. Если вам понравился данный курс, он еще не окончен. Вам будет, наверное, интересен курс по постскрипту. Также он разрабатывается сайт, на котором будут висеть все уроки и все исходные файлы. До скорых встреч.